Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо большое за приглашение принять участие в междисциплинарных семинарах. И сегодня, я думаю, он действительно будет междисциплинарный. У нас доклад будет сваливаться в разные области науки – в биологию, в химию, в физику. И он посвящен процессу, который называется биосинтез белка в клетке. Для начала я вводное видео напомнить о том, что единичной составляющей живых организмов у нас является клетка. И у нее есть определенные особенности. У клетки есть обязательно клеточная стенка, которая отделяет ее содержимое от внешнего мира. Также внутри клеточной стенки, в клеточной мембране находится жидкость, которая называется цитоплазма, в которой располагаются как раз все компоненты внутренней клетки. И есть генетическая информация, которая хранится в виде молекул ДНК. И есть два вида организмов – высшие организмы или эукариотические организмы. Здесь представлены клетки эукариот, которые более сложно устроены. У них есть специализированные компоненты внутри клеток, которые от более заточной потелиной функции. Такими клетками представлены у нас животные, растения. И есть второй тип организмов – это простейшие или прокариоты, у которых более просто устроено внутреннее строение клетки. Генетическая информация находится непосредственно внутри клеточной мембраны, ничем не ограничена от всего остального. И такими клетками представлены бактерии. И изучая строение клеток и компонент, мы можем понимать, как работает химия жизни. Посмотрим на устройство генетической информации. У эукариот генетической информации хранится внутри ядра и зашифрована, так же, как и у простейших, в виде молекул ДНК. Дезоксирибонуклиновой кислоты, которая может находиться в нескольких состояниях. Это может быть расплетенное состояние, которое называется хроматином. Либо, когда клетка выполняет процесс отделения, она может упаковываться. И все мы хорошо знаем наборы хромосом. Это как раз упакованный вариант молекулы ДНК, в которой хранятся все необходимые информации для того, чтобы воспроизводить клетку в дальнейшем. Также существует ядрышко, внутри которого синтезируются специальные машины, о которых мы сегодня будем говорить. Это рибосомы. И рибосомы могут выходить из пор внутрь в цитоплазму и выполнять те функции, которые они должны выполнять, о которых я буду себе рассказывать. Итак, вернемся к истокам. У нас есть клеточное ядро, внутри клетки есть ДНК. И в ДНК есть области, которые кодируют те или иные белки. И эта область называется геном. Дальше. И вот этот процесс реализации генетической информации, он происходит в два этапа, которые называются транскрипция и трансляция. Мы сейчас тоже чуть подробнее об этом поговорим. Но вернемся к структуре ДНК. ДНК это двухцепочная молекула, состоящая из двух одинаковых нитей, которые закручены друг относительно друга в виде спирали навстречу. И вот базовым кирпичиком, из чего состоит молекула ДНК, это нуклеотиды. В состав нуклеотидов входит пятиуглеродный сахар, он единый для всех нуклеотидов. Есть фосфатная группа и азотистые основания. В азотистых основаниях у ДНК есть четыре разных вида. Это аденин, тимин, цитозин и гуанин. Вот в виде четырех буквенного кода кодируется вся генетическая информация, которая существует в клетке. И, соответственно, если мы посмотрим на строение, у нас есть два типа основания. Есть пуриновые и перимединовые. И эти основания могут взаимодействовать друг с другом по принципу связывания в пару. Аденин связывается с тимином, цитозин с гуанином. Это так называемое Уотсон-Криковское взаимодействие. И поэтому у нас есть возможность образовывать такую спиральную структуру, которая как молния в замке зацепляется друг за друга. И вот именно за этот, за принцип сохранения и реализации генетической информации была вручена Нобелевская премия и знаменитая фотография номер 51, которая была получена с помощью рентгеноструктурного анализа, когда Уотсон и Крик поняли, что структура упорядочена в виде двойной спирали. Но самое главное в их открытии было не то, что это двойная спираль, а в том, что они смогли предложить механизм, как можно хранить генетическую информацию. И самое главное, как ее можно копировать. Если мы расплетаем эту цепочку из двух одинаковых молекул, то достраивая парные нуклеотиды, мы можем получать из одной молекулы две ее копии. С каждой из нитей по одной копии получается удвоение. Потом с каждой из этих копий еще также снимать копии и так далее. То есть мы можем воспроизводить информацию, которая закодирована, и умножать ее. Но если мы посмотрим на то, из чего состоят вообще живые клетки, за исключением 70% воды, которая находится, то от 30% этого сухого материала, большая из них часть приходится на белки. То есть белки – это вообще основа всей нашей жизни. То есть есть определение жизни, что это форма существования белка. Они входят в состав мышц, которые находятся в сердце. Они участвуют в различных гормональных рецепторных функциях. Это и защитные функции, то есть наша кожа, кости, волосы – это все состоит из белков. Участвуют в передаче информации, в различных ферментативных реакциях. То есть молекулы белка – это то, из чего в основном состоит наше тело. И вот если мы посмотрим, из чего стоят сам белки, то они стоят из аминокислот. Их всего 21 штука стандартных аминокислот. У них есть некое одинаковое строение. То есть есть атомы, которые входят в его состав. Это углерод, кислород, азот. И есть основная цепь, так называемая, и боковые части. И вот в зависимости от того, какие находятся боковые группы, у нас будут определяться те или иные свойства. То есть есть аминокислотные остатки, которые гидрофобные. То есть они боятся взаимодействия с молекулами воды. Есть, наоборот, те, которые любят располагаться рядом с водой и могут образовывать с ними водородные связи. Есть аминокислотные остатки, которые заряжены и могут взаимодействовать по принципу электрических зарядов друг с другом. И таким образом, переставляя вот эти буквы в этом слове из белка, из 21 букв, можно формировать те или иные структуры. У нас видео зависло, по-моему. Сейчас, секунду. Что-то зависло у нас видео. Это может упаковываться в виде спиральной конформации, так называемой альфа-спирали в составе белка. Могут образовываться такие складчатые конформации, которые называются бета-складчатыми элементами. Но все определяется последовательностью нуклеотидов. То есть в зависимости от тех или иных свойств этих остатков у нас будет складываться уникальная трехмерная структура, которая и будет являться той функциональной частичкой, которая выполняет те или иные функции. Итак, у нас генетическая информация кодируется четырехбуквенным кодом нуклеотидов. А белки, которые ставят основу нашей жизни, представлены 21-буквенным вариантом последовательности аминокислот. Значит, должна быть какая-то машина, которая делает дешифровку. То есть переводит информацию из четырехбуквенного кода в 21-буквенный код. Вот такой вот машиной внутри клетки называется частица, которая называется рибосомой. Здесь представлены одни из первых фотографий процесса, как происходит это явление. То есть здесь вот показаны две нити, это такие длинные от конца до низа, это молекула ДНК, расплетенная в виде нити. А вот сбоку отплетляются копии, которые снимаются в виде матричной РНК, и на МРНК сидят вот такие черные гранулярные частицы. Это и есть рибосомы. Здесь вот более увеличенное изображение, да, у нас вот здесь молекула ДНК, это рибосома, которая читает матрицу, и растущий полипептид, который исходит из рибосомы. И когда люди стали изучать строение этих рибосом, на тот момент одним из таких методов, которые до этого были вообще доступны, была только электронная микроскопия. Но разрешение электронной микроскопии было довольно низким. То есть можно было только говорить о некой морфологии этих частиц. То есть видно было, что это некая асимметричная структура, которая состоит из двух частей, так называемых субъедниц. Есть большая субъедница, есть малая субъедница. И если мы будем менять концентрацию магния в растворе, то оказывается, что частицы могут либо распадаться, когда магния мало, либо, наоборот, если магнию увеличивать, они могут собираться в ассоциированную полную частицу. И что же делает рибосома? У нас снимается копия матричной РНК с молекулы ДНК, и рибосома садится на вот эту вот матричную РНК и начинает читать код. И одна буква аминокислотного кода кодируется тремя буквами генетического кода нуклеотидов. То есть три нуклеотида в последовательности будут кодировать один аминокислотный остаток. И рибосома понимает вот в этой длинной цепочке, откуда нужно читать информацию. Потому что если вы последовательно читаете по три нуклеотида, и если вы собьетесь на один шаг вправо или влево, то у вас, соответственно, будет сбиваться генетический код. Вот рибосома находит специальный участок, который называется стартовым кодоном. Обычно это кодон АОГ, то есть аденин, урацил и гуанин. И этот кодон часто кодирует аминокислоту, которая называется метионин. Многие белки начинаются именно с метионина. И этот кодон часто кодирует только одно аминокислоту, то есть только метионин и играет роль... Да, конечно. А вот все-таки, чтобы было понятно, как рибосома читает с точки зрения физики, что происходит? И вот распознает, кодирует, читает. То есть обычно такой терминолог используют биологи. А вот в случае зрения физики... У меня сейчас чуть дальше будет более подробная информация о структуре рибосомы, как она работает. То есть здесь пока мы просто говорим общие принципы, как это происходит. А в детали пойдем дальше. Итак, у нас есть последовательность матричной РНК из нуклеотидов. И нуклеотиды, мы помним, могут образовывать вот санкритические пары. То есть аденин с зонодействием с тимином, гуанин с тирозином. Есть молекулы так называемых транспортных РНК. У ТРНК тоже есть нуклеотиды, которые торчат наружу. И на конце транспортной РНК находятся аминокислотные остатки. И когда последовательность вот этих вот трех нуклеотидов совпадает с противоположной последовательностью на матрице, происходит связывание. То есть молекула ТРНК связывается с молекулой МРНК за счет как раз взаимодействия через водородной связи. И у нас получается такое вот совпадение, прочтение последовательности. И, соответственно, комбинируя здесь вот набор вот этих вот нуклеотидов, которые торчат наружу, мы можем делать разные молекулы транспортной РНК, которые будут нести свои аминокислотные остатки. То есть вот мы прочитываем по три нуклеотида, и три нуклеотида говорит нам, какой именно аминокислотный остаток должен добавиться в полипептидную цепочку белка. И эти аминокислоты начинают образовываться в такую вот единую молекулу за счет образования пептидных связей. То есть у нас происходит ковалентное связывание отдельных аминокислот уже в цельную цепочку белка. Так вот, у нас, вернемся обратно к исходам, 4 нуклеотида и 21 аминокислотный остаток. Соответственно, у нас из... нет, 4 нуклеотида и 3 нуклеотида в кадоне. То есть из 4 нуклеотидов по 3 кадона мы можем 64 различных комбинации составить, а аминокислотных остатков 21. То есть у нас генетический код вырожден, то есть вариантов комбинации нуклеотидов у нас больше, чем нам нужно. То есть, как бы такой с запасом немножко код. Но есть нуклеотиды, которые кодируют несколько аминокислотных остатков. Точнее, нет, есть несколько вариантов нуклеотидов, которые будут кодировать один аминокислотный остаток. Есть некоторые варианты, которые вообще не кодируют никакой остаток, а кодируют специальные сигналы, которые говорят, что вот здесь конец, мы прочитали информацию, и необходимо остановить процесс синтеза белка. Это так называемые стоп-кодоны, доходя до которых биосинтез белка прекращается. И здесь немножко такое лирическое отступление в область медицины, где встречается проблема такая, что иногда порядка четверти генетических заболеваний приходит на так называемой болезни нонсенс-мутации. Когда рибосома прочитывает генетический код в норме и доходит до конца, синтезирует белок, то вот при нонсенс-мутации случается так, что стоп-кодон может оказаться в середине последовательности или в начале последовательности, в которой кодирует белок. И белок может быть жизненно важным. То есть здесь вот показан пример так называемой мышечной дистрофии Дюшена, когда такая мутация встречается в гене белка дистрофина, и это приводит к очень тяжелым последствиям в виде различных осложнений развития мышечной ткани нижних конечностей, сердечной мышцы и так далее. И это происходит потому, что рибосома начинает прочитывать эту информацию и доходит до стоп-кодона. И получается, она абортирует. То есть процесс останавливается на середине. И белок получается таким образом не до конца сформированный. И он может быть нефункциональный. И есть химические молекулы, которые заставляют молекулы рибосомы делать ошибки. То есть она иногда ошибается, и иногда она может ошибиться именно в стоп-кодоне. То есть вместо стоп-кодона добавить какой-то произвольный аминосилотный остаток. И тогда, пусть с ошибкой, но белок может синтезироваться. И он может быть функциональным, и это позволяет выживать людям с такой патологией. Так, ну вот теперь, возвращаясь к исходу, мы можем перейти уже к такому обобщенному правилу, которое было сформировано в области молекулярной биологии. Называется центральная догма молекулярной биологии. Что генетическая информация, она передается от нуклеиновых кислот к белку. То есть из ДНК делается молекула матричной РНК, копию какого-то участка, кодирующей белок. И из молекулы МРНК рибосома делает белок. Так, теперь возвращаемся к рибосоме. О том, как вообще она устроена, как происходит этот процесс чтения кода, как происходит синтез белка. И вот этим вопросом люди стали задаваться где-то во второй половине 20 века, когда стали развиваться новые методы физики, молекулярной биологии, химии. То есть сделали анализ, из чего вообще состоит эта частица. Оказалось, что это комплекс из молекул РНК и белков. Здесь вот показаны электрофорез белков, то есть разделение белков по заряду, который входит в состав этих частей рибосомы. И в Советском Союзе группой, которая очень активно работала в этом направлении, это была группа академика Александра Сергеевича Спирина, директора Института белка. И вот в 80-е годы 20 века академик Спирин поставил кондиционным аспирантом Маратом Юсуповым задачу решить структуру полной функциональной рибосомы трехмерную и показать, чтобы понять, как она работала. Но из методов структурных исследований на тот момент, которые бы позволяли это сделать, был только один вариант. Это применение метода рентгеноструктурного анализа, в основе которого лежит явление то, что все твердые тела стоят из кристаллических решеток. В кристаллической решетке у нас есть различные атомы с электронной оболочкой. И если мы будем подавать рентгеновское излучение с заданной длиной волны, у которой длина волны будет сопоставима с размером между атомами в такой решетке, то мы можем наблюдать явление дифракции рентгеновских лучей и по дифракционной картине определять этот параметр расстояния. То есть если у нас есть заданный источник, с которым мы знаем длину волны, мы можем измерять угол падения этого излучения с помощью гониометра, то есть варьировать его тем или иным образом, то из простых тригонометрических выражений мы можем записать выражение для этого треугольника и получить так называемое условие Вульфа-Брега. У меня опять зависло видео. Ладно, из которого, в принципе, если мы узнаем лямбда и знаем угол падения тета, мы можем рассчитать D, расстояние между атомами. Итак, в чем проблема была? Рибосома – это очень крупный макромолекулярный комплекс. Это порядка 150 тысяч атомов углерода. И если мы говорим о рентгеноструктурной анализа, нам необходимо иметь кристалл этих молекул. То есть здесь для сравнения показана молекула лизоцима, белок, который часто используется для того, чтобы быстро закристаллизовать и показать, как происходит рост кристаллов. Но одно дело, когда у вас единичная цепочка белков какого-то небольшого соединения, а другое дело, когда это огромный комплекс, в котором несколько десятков белков, тысячи нуклеотидов в составе трех молекул РНК, плюс еще может добавляться транспортный РНК и кусок матричный РНК. То есть задача такая, на самом деле, которая была далеко не тривиальна, вообще непонятно, вообще можно ли это закристаллизовывать, такую систему или нет. Долгое время считали, что это бесполезная задача, и ей не надо заниматься, потому что это никогда не будет сделано. Но здесь для примера показано, кто занимается кристаллографией, химики есть в зале, размеры элементарной ячейки. То есть одна из граней 800 Танкстрем, элементарная ячейка у кристалла Рибосомы. Но возвращаемся к истории. В 60-х годах обнаружили, что когда делали анализ данных электронной микроскопии клеток, полученных из эмбрионов куриц, то обнаружено было, что при холодовом шоке наблюдаются такие вот двумерные плоские кристаллы, скопление неких симметричных структур, и потом было показано, что это плоские двумерные кристаллы Рибосом. Они были непригодны для того, чтобы сделать из них трехмерный кристалл и снимать данные рентгеноструктурного анализа, но в принципе стало понятно, что можно подобрать такие условия, когда эти частицы будут кристаллизовываться. И вот первым человеком, который вообще в принципе закристаллизовал часть Рибосомы, это была Ада Йонат. Она получила первые кристаллы большой субъедницы Рибосомы. Но на тот момент дифракция составляла порядка 50 ангстрем, чуть меньше. То есть эти кристаллы тоже не были пригодны для того, чтобы расшифровать атомарную структуру Рибосомы, но было понятно, что это вообще в принципе задача решаемая. И вот к этой задаче подключился целый ряд научных коллективов. В конце 87-го года опубликована была первая статья, когда получили кристаллы малой субъедницы Thermos Thermophilus в Советском Союзе, еще до развала СССР. Чуть позже, в это же время примерно, также получили еще две группы кристаллы малой субъедницы. То есть в принципе были кристаллы большой, были кристаллы малой субъедницы, но весь вопрос был именно в структуру целой Рибосомы получить, чтобы понять, как она работает. И в принципе на решение этого вопроса у аспиранта Александра Сергеевича ушло 20 лет. То есть в 87-м году были получены первые варианты кристаллов, и в 2006-м опубликована структура с разрешением в районе 3-х ангстрем. И теперь, исходя из тех данных, которые были электронной микроскопией, сравнивать, мы можем увидеть, как устроена вообще Рибосома с точки зрения атомарного разрешения. То есть серым показаны молекулы РНК, цветным – это молекулы рибосомных белков, которые находятся на поверхности больших и малых субъедниц. Мы можем видеть как раз-таки вот эта большая субъедница, малая субъедница. Это молекулы матричной РНК, три молекулы транспортной РНК, которая находится внутри Рибосомы. И эта структура полноассоциированной частицы, 70-е частицы Рибосомы. Итак, завершая эту часть, скажу, что в результате 20-летних усилий людей была получена структура с саморазрешением, и были вручены Нобелевская премия Ада Йона Трамакришна Нейштайц, и группа Гарри Ноллеров, в которой были Марат Исупов и Гульнар Исупов, получили Аминовскую премию по кристаллографии в этом же году. Но, к сожалению, так как работа была начата и закончена в разных частях, российская группа получилась такая немножко обделенная вниманием Нобелевского комитета. Но теперь мы можем перейти к пониманию, что вообще происходит. Антонистический вопрос можно? Да, конечно. Вы сказали с точностью триангстрема, но в рентген это же единицы десятки нанометров. За счет чего такая суперточность в пространственном разрешении триангстрема? По физике-то можно получить так? Но почему нет? У вас длина волны больше? Больше намного. Почему? Раз в 10. Сколько там? 1, 2, 3 нанометра. 10 нанометров. А разрешение у вас триангстрема. Почему 10 нанометров? А сколько длина волны у вас? Можно полтора ангстрема взять. Нет, но это будет уже гамма-диапазон. Я что-то путаю. Нет, ну я, по крайней мере, есть… Это обычный дифрактометр используется? Нет, нет, это сихротрон. Это сихротронное излучение. А, тогда все. Нет, нет, мы сихротронное излучение можем в широком диапазоне использовать. Так, возвращаясь теперь к структуре. Вот как происходит процесс трансляции. У нас есть матричная РНК, и малая субедница взаимодействует с ней и располагает стартовый кодон. Присоединяется большая субедница, и здесь вот цветным показано транспортное РНК, которое входит внутрь рибосомы, и здесь происходит реакция образования кодон-антикодоновых пар. Каждая транспортная РНК на конце несет аминокислотный остаток, который добавляется к растущей полипептидной цепи, выходящей из тоннеля рибосомы. И в рибосоме есть активные участки, так называемые сайты, A-сайт аминоцильный, куда приходит аминоциллированная транспортная РНК, P-сайт, где происходит образование пептидной связи, и E-сайт, экзит, то есть где выходит диациллированная транспортная РНК. И вот этот комплекс мегадальтонный, в несколько мегадальтон, можно заблокировать маленькой молекулой, в которую могут входить всего несколько десятков атомов, может даже меньше, которая называется антибиотиками. Здесь показана молекула тетрациклина, которая связывается в A-сайте рибосомы, то есть в том месте, где должно происходить образование кодон-антикодоновых пар, матричная РНК и транспортная РНК. То есть транспортная РНК не может взаимодействовать с матрицей и не может принести новый аминокислотный остаток в растущую полипептидную цепочку. Но когда был открыт этот рециклин, была одна проблема. У него была довольно низкая константа связывания. То есть периодически этот рециклин выбивался из рибосомы. И получалось так, что когда он здесь сидит, у нас, соответственно, синтез белка не происходит, но когда он убивается, процесс продолжается. То есть, в принципе, это несколько снижало скорость процесса синтеза белка, и иногда этого было достаточно для того, чтобы патогенный микроорганизм погибал. Но когда была решена трехмерная структура рибосомы, химики предложили модифицировать молекулу тетрациклина таким образом, чтобы улучшить связывание. То есть добавился вот этот хвост, и такая молекула стала называться тигициклин, тайчисайклинг. То есть все тетрациклиновые антибиотики, когда вы сейчас придете в аптеку и купите какой-то препарат, они все будут иметь вот эту модификацию. И введение вот этой группы позволило добавить еще одну связь с молекулами, с молекулой РНК внутри рибосомы, и в разы увеличить константу связывания. И таким образом, вот с такой модификацией тетрациклин уже практически все время сидит в эйсайте рибосомы, и не выбивается оттуда. И таким образом останавливается синтез белка у патогенного микроорганизма. И таких вот участков, на которые можно подбирать вот такие маленькие молекулы, которые будут блокировать рибосомы, есть несколько. Мы можем останавливать процесс декодирования, то есть взаимодействия матрицы, матричной РНК с транспортной РНК. Можно останавливать процесс образования пептидной связи, антибиотики, которые связаны с пептидотрансферазом центром. Можно останавливать выход белка из рибосомы, то есть блокировать пептидный туннель. И здесь вот как раз представлено несколько примеров антибиотиков, которые очень широко используются сейчас в клинике. То есть это аминогликозиды различные, детрациклин, стриптомицин, пактомицин. То есть название, которое у каждого на слуху. И в принципе, если в аптеку вы придете, можно увидеть эти препараты. То есть вот эта группа антибиотиков блокирует декодирующий центр. Есть группа антибиотиков, которая блокирует пептидный туннель. Это бластицидиен, макролиды различные. То есть уже такие последние стадии антибиотики, когда начинают в клинике перебирать варианты борьбы уже с какими-то устойчивыми к антибиотикам патогенами. И если мы теперь начнем и посмотрим, а чем вообще рибосомы разных организмов друг от друга отличаются. То есть есть некая консервативная часть, которая единая для всех. Далее у бактерий, у термстермофилуса и шерихи коля, есть дополнительные 300 килодальтон, которые отличаются от этой консервативной части. Это в основе три молекулы рибосомной РНК, 54 белка. Если мы посмотрим на уже простейшие какие-то высшие организмы, такие как дрожжи, сакромитосцеревиза, то разница уже на один мегадальтон больше. У нас добавляется еще одна молекула РНК, больше количества белков, и у человека это еще один мегадальтон. То есть по сравнению с бактериями у нас на два мегадальтона разница по молекулярной массе с бактериальной рибосомой. Но если мы сравниваем структуру высшего организма с бактерией, то оказывается, что вот эти отличия, они показаны красным, находятся на периферии рибосомы. А вот те активные участки, где действуют антибиотики, это пептидилтрансферазный центр, декодирующий центр, они высоко консервативны. То есть строение у них очень схожее. И, соответственно, есть проблема, что антибиотики будут подавлять синтез белка и у кариотического организма, и прокариотического. То есть и патогена, и человека. И один из вариантов, как искать вообще новые препараты, которые были бы селективные, то есть избирателям бы подавляли какой-то один из определенных тип патогена, это искать какие-то очень тонкие отличия в строении этих рибосом. И вот в 2014 году в рамках программы повышения конкурентоспособности Казанского университета у нас была открыта новая лаборатория во главе с Маратом Юсуповым из Страсбурга, которая так и называется лаборатория структурной биологии, в которой мы занимаемся применением физических методов для решения проблемы биологии, в частности рибосом. И вот в качестве такого объекта, который был бы максимально востребован, то есть у нас лаборатория организовывалась в рамках направления трансляционной медицины, необходимо было выбрать объект, который был бы значимый для медицины. И таким объектом является бактерия, которая называется золотистый стафилококк. Это грамм положительная бактерия, которого вызывает очень большое количество различных инфекционных заболеваний, и есть штаммы, то есть варианты этих бактерий, которые устойчивы к современным антибиотикам. То есть человек, заражаясь таким штаммом, не восприимчив к антибиотикотерапии. И зачастую это приводит к летальным исходам в клинике, что люди умирают просто от воспаления легких, потому что антибиотики не работают, и не получается справиться с инфекционным заболеванием организма. И здесь вот справа показана карта распространения вот таких вот устойчивых штаммов по Европе, это данные Всемирной Организации Здравоохранения. То есть все чаще и чаще наблюдаются новые варианты штаммов, которые устойчивы к антибиотикам. И прогноз на самом деле не самая оптимистичная, то есть может быть в будущем человечество столкнется с проблемой, которая намного хуже, чем ковид, которая будет как раз таки связана с возникновением этих суперштаммов, супербактерий, которые устойчивы ко всем препаратам, которые имеются. Что делаем мы? Что есть в нашей лаборатории? Мы используем все основные методы структурной биологии. То есть у нас используется и рентгеноструктурный анализ, и криоэлектронная микроскопия, и спектроскопия ядерного магнитного резонанса, и также есть часть, которая решается с помощью биоинформатических подходов. По макромолекулярной кристаллографии мы занимаемся тем, что получаем кристаллы и рибосомы, рибосомных различных белков, и различных белков, которые связываются с рибосомами, и решаем их с помощью рентгенского излучения. То есть у нас есть монокристальный дифрактометр в Каннском университете, белковый, который позволяет решать с хорошим разрешением, в принципе, на домашних условиях варианты структур. И также для, конечно, крупных кристаллов, таких как рибосома, необходимо использовать синхротронное излучение с тем, чтобы можно было получить достаточно яркий пучок и регистрировать рефлексы. Второй метод – это биомолекулярная спектроскопия EMR. У нас в Институте физики стоит прекрасный 700 МГц магнит с криодатчиком, который позволяет изучать белки с помощью этого метода, и его достоинства по сравнению с кристаллографией с тем, что мы можем наблюдать динамику белковых молекул в растворе, то есть в отличие от кристаллографической формы. И есть третий метод, о котором я хотел чуть подробнее поговорить. Это криоэлектронная микроскопия, которая позволяет обойти вот эти трудности, связанные с кристаллизацией. То есть если перед учеными в 80-х годах был только один вариант, использовать только рентген, потому что других методов нет, то сейчас есть методы, которые очень активно развиваются. В 17-м году Нобелевская премия была вручена за развитие криоэлектронной микроскопии. Его идея заключается в том, что вы можете сделать очень тонкие слои жидкости с вашим образцом и нанести их на специальные сетки, замороженные в жидком этане. Дальше эти сетки можно поместить под луч криоэлектронного микроскопа, то есть такого микроскопа, у которого колонна охлаждается с помощью хладагентов. И при условии, что у вас очень тонкий слой жидкости, вы получите замерзшие частицы в разных ориентациях, которые будут электронно-прозрачными. То есть мы можем поместить это под луч электронного микроскопа и на детекторе зафиксировать различные фотографии этого объекта, замерзшего в разных ориентациях. Ну и дальше при условии, что если у вас будет большое количество таких фотографий, вы их можете нанести на воображаемую сферу и по двумерным проекциям сделать реконструкцию. То есть восстановить данные по распределению плотности такой же, как в рентгеноструктурном анализе. И на выходе получить структуру с высоким разрешением, минуя вот этот вот трудный этап кристаллизации. Есть, конечно, свои ограничения, связанные с тем, что если у вас какая-то часть молекулы подвижная, то при усреднении у вас разрешение в этой части карты будет ухудшаться. Но, с другой стороны, зачастую можно решать те задачи, которые недоступны для кристаллографии. То есть каких-то промежуточных комплексов вылавливать, смотреть за их промежуточные какие-то конформационные состояния. И сейчас данные, которые получены с помощью крио-электронной микроскопии, они спускаются, в принципе, и ниже одного экстрема по разрешению. И вообще есть такой термин, который называется resolution revolution. То есть революция в разрешении, которая связана с тем, что появились новые виды детекторов, которые позволяют нам вот здесь сравнение данных рентгена и крио-электронной микроскопии. То есть получать локализацию отдельных атомов, видите, с помощью этого метода. Ну и вот дальше вторая часть у меня уже больше такая, как про наши результаты. Что было сделано? Что мы смогли сделать? Если вы скажете в рибосомной комьюнити слово «Казань», то, скорее всего, вам скажут, что мы знаем это там, где сделали структуру рибосомы стафилокока. Мы сначала решили ее на разрешении 3.8 экстрем и сравнили, что вообще в этой рибосоме отличается от всех остальных, которые были известны на тот момент. Вот здесь вот красным показаны вот эти области, которые у стафилокока, они отличались от тех рибосом, которые были известны. То есть из Шерихи-Коли, Термис-Термофилес, Бацилла-Суптиллс, те модели, которые у нас до этого были. И здесь я вот... Так, ладно, сейчас мы чуть дальше вернемся. Потом мы улучшили данные нашей крио-электронной микроскопии и поднялись на среднее разрешение 3.2 экстрема. То есть, как я говорил, в крио-электронной микроскопии разрешение такая нефиксированная величина. Это некое среднее значение. И здесь вот показана карта вот таким вот темно-фиолетовым. Это разрешение ближе уже к 2.7-2.8 экстрем. То есть на периферии оно снижается за счет того, что там есть подвижные участки. И за счет увеличения этого разрешения мы смогли увидеть модификации. То есть специальная группа, которая навешивается на молекулы нуклеотидов. И эти модификации, они у разных организмов тоже могут быть разные. И, соответственно, есть ферменты, которые обеспечивают наличие модификации. Если блокировать работу этих ферментов, можно нарушать строение рибосом-патогенов. Потому что эти отличия в строении ферментов, оно намного шире, чем отличия в строении рибосом. Дальше, возвращаясь вот к этой картинке, один из примеров. Вот здесь вот есть спираль, которая называется Helix-26. У стафилококка она, по сравнению с другими бактериями, она длиннее. То есть вот здесь вот показана общая часть, которая единая для всех структур, которая была. А в нашей структуре вот эта вот часть, она выступала как бы наружу в сторону растворителя. И мы нашли один механизм, где эта спираль играет ключевую роль. Есть такое условие, что когда клетка начинает попадать в стрессовые условия, то есть мы, например, испытывает она давление антибиотиков, либо мы меняем температуру, происходит температурный стресс, голодание, снижение уровня кислорода. Основная задача при стрессе – это спасти рибосомы. Потому что синтез самой рибосомы – очень энергозатратный процесс для клетки. Поэтому в различных стрессовых условиях проще часть рибосомы из этого цикла трансляции, когда читаются постоянные белки, которые кодируются внуклеиными кислотами, часть рибосом забрать и убрать в сторону, чтобы пройдет стресс, мы эти рибосомы достанем и дальше будем синтезировать белки. Потому что потеря всех рибосом – это будет летальное явление. И вот есть специальные белки, которые связываются с рибосомами на разной стадии, могут отдельно субъединиться, связаться с этими белками, могут целые рибосомы связаться, и они таким образом выводятся из цикла трансляции, то есть не участвуют в процессе синтеза белка. И вот этот процесс можно показать на примере как раз сначала бактерий щерихиколи, для которых было обнаружено. То есть вот здесь вот это плотность культуры клеток, когда мы выращиваем ее в колбе от времени. Но когда питательных веществ много, температура благоприятная, у нас культура каждый раз становится все больше и больше и больше, размножается, количество клеток увеличивается. И здесь вот если мы отсюда возьмем часть образца и посмотрим на разделение частиц по скорости осаждения, у нас будут фракции, которые соответствуют малой субъединиться рибосомы, большой субъединиться рибосомы и ассоциированный. А вот когда питательных веществ становится мало, когда кончается среда питательная, либо когда происходит какой-то температурный стресс, возникает еще один пик, который соответствует димерам рибосом. То есть есть специальный стрессовый белок, который как якорь зацепляет две рибосомы друг с другом и выводит их из трансляционного процесса. То есть они в таком запаснике находятся. Когда стрессовые условия снимаются, этот белок оттуда диссоциируется, и у нас опять есть функциональные рибосомы. Так вот, если мы посмотрим стафилококковый вариант, плотность культуры, то окажется, что вот этот вот пик, который соответствует припасенным таким димерам рибосом, он есть не только в стационарной фазе, где мало питательных веществ и стрессовые условия, но и в логарифмической. То есть у стафилококковых всегда есть заначка, всегда часть рибосомы есть в неактивной форме, что может объясняться тем, что он более устойчив к антибиотикам. То есть дали антибиотик вот эти части все погибли, но есть часть, которая припасена, ее можно потом заново использовать в процессе трансляции. Если мы покопаем этот механизм, то у Шерихи Коли, у Сальмонеллы, у этих грамм отрицательных бактерий, вот эту функцию якоря используют, делаются с помощью трех белков. Это белок Ribosome Moderation Factor, белок созревания рибосомы, белок гибернации, Hibernation Promoting Factor, и белок UFI. Но если мы просто сравним последовательность таких белков у стафилококка и у граммоположительной бактерии, то оказывается, что вместо вот этих трех белков у стафилококка был один вариант. И структуры данного белка не было. И непонятно было, вот этот длинный вариант, это является комбинацией вариантов из Шерихи Коли, или это какой-то другой механизм гибернации у Рибосома стафилококка. Вот для Шерихи Коли было показано, что вот эти белки, они связываются с малой субницей и меняют расположение петель малой субницы, и происходит контакт двух рибосом с помощью РНК-РНК. То есть две головы, то есть две малых субницы из двух частей рибосомы сцепляются друг с другом за счет взаимодействия пар между РНК-молекулами. Так, что мы сделали? Мы этот белок синтезировали отдельно и добавили к рибосомам золотистого стафилокока. И дальше, то есть здесь вот у нас 70С, это индивидуальная рибосома. Когда мы добавили белок, у нас возник дополнительный пик, который характеризован для димеров. Потом мы этот пик отобрали и нанесли на криоэлектронную микроскопию, на сетке. И собрали с высоким разрешением структуру димера рибосом. Дальше стали анализировать, что отличается у этой структуры от известных ранее Дэши Хиколи. Мы увидели... Да, конечно. А вот эти вот, это что за графики? Не очень понятно. Это так. Здесь у нас по величине будет поглощение, а здесь скорость осаждения в градиенте сахарозы. То есть от 5% количества сахарозы до 30%. То есть чем тяжелее частица, тем она будет разделяться на фракциях в сахарозе при ультрацентрифугировании. И потом, когда мы, получается, отбираем с разных слоев жидкости в пробирке образцы, мы можем выделять частицы разные по молекулярной массе, по скорости осаждения их. А вот интерпретация, вот эти вот возникают различные пики, это как делается? Ну, вот вы говорите, вот этот вот, там 100С, это там димеры, это как понять? Ну, то есть 100С – это частица, у которой коэффициент 7-динвестации выше, да, чем у свободной рибосомы. То есть S – это единица светберга, скорость осаждения в градиенте плотности сахарозы при ультрацентрифугировании. Чем больше эта величина, тем тяжелее частица. Вот, то есть... Ну, а почему это димер? Может, это какая-то, там, не димер, а тример? Ну, да, может быть. И так, но на самом деле потом вы можете отсюда отобрать эти фракции и нанести их, например, на электрофорезы и оценить, как бы... Точнее, нет, можно с помощью электронной микроскопии оценить это, вот. Но вообще, в принципе, это такой вот стандартный протокол для анализа препаратов. Вот. Может быть, это... То есть мы не можем 100% говорить, что это димер, да, но это некая частица, которая тяжелее, чем мономер. Дальше мы нанесли это на сетки и получили структуру с высоким разрешением. Что мы увидели? Помните, я говорил про вот эту спираль Helix 26, которая длиннее эстефилококка. Вот. В отличие от Эшерихиколи оказалось, что вот этот вот Helix участвует в еще одном дополнительном контакте. То есть связывание между двумя частицами в димере происходит сильнее за счет того, что есть дополнительная такая застежка, да, как якорь друг на друга. И эндомен этого белка, то есть часть, которая находится в начале, закрывает сайты связывания антибиотиков. То есть она находится в декодирующем центре и перекрывает места посадки таких вещей, как татрациклин, гиграмицин, идеин, косогамицин. То есть белок, находясь там, как бы не дает антибиотикам связаться с рибосомой, защищает ее от этого. Но в то же время, находясь здесь, белок не дает рибосоме синтезировать белки, потому что транспортный РНК тоже сюда не может попасть. А можно еще? Да, конечно. Вот откуда вот эти вот все берутся в ум заключение, то, что вот там это и тому не дает связываться, там еще какие-то процессы происходят. Вот вы как бы очень много данных даете, а вот это откуда информация берется? Достоверность. Нет, не то, что достоверность. Вот вы просто говорите, это вот так происходит, а это вот так. То есть очень сложные процессы. Да, это было... Откуда вы знаете, что это все так? Это было как раз таки и объяснено с помощью методов структурной биологии, когда делали кристаллографические структуры рибосомы на разных этапах. То есть есть кристаллографическая структура только малой субницы, есть структура только большой субницы, есть рибосома комплекса, есть рибосома структура в разных этапах трансляции. И сравнивая... Вот то видео, которое я показывал, на самом деле, оно было сделано на основе тех структур, которые были получены в каждом из этапов. То есть как молекулярным кино, то есть мы по слайдам сначала как бы все этапы воспроизвели, а потом можем понимать, как это происходит в динамике. Самое интересное было в С-домене, то есть во второй части этого белка. Он, в отличие от Иширихи-Коля образовывал еще один контакт, которого не было раньше видно. То есть здесь вот на периферии была дополнительная плотность, которая не соответствовала рибосомной части. Но так как это была крио-электронная микроскопия, разрешение вот этой подвижной области было плохое. То есть там было не лучше, чем 11-сангстрем разрешение этой карты. И соответственно, когда у вас разрешение 11-сангстрем, вы не можете интерпретировать положение отдельных атомов. То есть вам нужно разрешение хотя бы меньше 3-сангстрем, чтобы боковые цепи белков увидеть. И вот эту часть белка мы решали с помощью спектроскопии ЕМР и рентгеноструктурного анализа. И потом данные, которые получены с помощью этих двух методов, используют для интерпретации карты. То есть мы получили, что С-концевое участок этого белка димеризуется. То есть образует пару из двух молекул. и таким образом это еще один дополнительный якорь, который держит две рибосомы друг с другом. То есть таким образом мы потом опять-таки исходя из тех структур, которые мы имели, мы можем воспроизвести сам механизм. То есть N-домен располагается в декодирующем центре. Здесь у нас большая сообедница, которая далеко от этого области связывания. И C-домен, который располагается снаружи. Дальше происходит взаимодействие со второй такой же рибосомой, у которой точно такой же набор с этим же белком. И происходит димеризация C-концевого участка этого белка и взаимодействие с помощью хеликсов. Что мы сделали дальше? Мы знаем интерфейс, который у нас есть на основе данных EMR и кристаллографии. Дальше если мы будем воздействовать на эти участки, мы можем нарушать процесс димеризации. То есть не давать рибосоме образовывать этот неактивный димер. И для того, чтобы найти такие вещи, мы делали точечную мутацию. То есть внутри интерфейса, когда мы знаем, как они устроены, пара взаимодействий, мы заменяли аминокислотные остатки и смотрели, вот этот мутантный белок, он будет димеризовать рибосому или нет. И таким образом мы нашли три группы таких остатков, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве мишени для разработки препаратов, мешающих димеризации. И вот вторая история, она покороче, но это последние данные, которые у нас только-только вышли в этом году, это уже высший организм, это дрожжеподобные грибы кандида альбиканс, которые часто становятся проблемами, связанные с сепсисом. То есть это патоген, который живет с нами всегда. То есть кандида нас окружает везде, и в принципе человек спокойно с ней живет, как с симбионтом. Но если происходит снижение иммунитета, например, когда люди подвержены химиотерапии, то вся микрофлора в кишечнике может убиться с помощью химиотерапии, и первым, кто будет восстановлен на этом выжженном поле, будет кандида. И тогда она будет занимать все свободные ниши и становится патогеном для человека. И как мы помним, это и у корритических организмов строение рибосомы кандида и у человека очень похоже. То есть активные сайты практически такие же. И соответственно делать какие-то препараты, которые были бы селективны против кандиды, нужно на основе каких-то очень тонких вещей. С помощью крио-электронной микроскопии мы тоже решили структуру рибосомы кандида альбиканс. И здесь у нас разрешение уже выше. То есть у нас 2,4 ангстрема среднее разрешение. То есть в некоторых местах мы даже меньше 2 ангстрем видели карты. И это позволило нам увидеть различные модификации в молекулах РНК, которые тоже соответственно говорят нам о том, что есть какие-то специальные ферменты, которые участвуют в их образовании. И плюс мы также еще посмотрели комплексы рибосомы с разными антибиотиками и увидели причину, почему есть устойчивость у кандида к циклогексимиду. Есть такой препарат циклогексимид, который является антибиотиком. Он блокирует экзицайт рибосомы, то есть не дает выйти транспортный РНК из сайта. И таким образом блокирует синтез белка. И известно было, что пекарские дрожжи сакромитос циревиза восприимчивы к циклогексимиду. На человека, на Homo sapiens циклогексимид действует, а на кандиду не действует. А из тех структур, которые были известны, то есть где находится связывание циклогексимиду, то область РНК, с которой она одинаковая. То есть это СГГ, вот эти варианты нуклеотидов, то есть карман, где связывается циклогексимид с рибосомной РНК. И он одинаковый, что у дрожей пекарских, что у человека, что у кандиды. То есть вроде бы строение кармана одинаковое, то есть набор нуклеотидов, но при этом у кандиды есть устойчивость, у человека и пекарских дрожей нет. И вот с помощью структуры, которую мы решили, мы увидели, почему это происходит. Оказывается, есть мутация в белке, которая находится вообще далеко по аминокислотной последовательности от этого сайта. У белка большой субедницы, рибосомы, у кандиды замена вот этого аминокислотного остатка пролина на глутаминовую кислоту. Здесь вот показывают как раз пример. Вот это для пекарских дрожжей, вот этот пролин 56, коротенькое такое вот кольцо и здесь область связывания циклогексимида с РНК областью. А у кандиды альбиканс вместо вот этого короткого пролина здесь уже более длинное участок глутаминовой кислоты, который как раз его боковая цепь направлена в этот карман. И происходит перекрытие связывания циклогексимида с положением этой аминокислотной остатка. И именно поэтому циклогексимид не может так глубоко проникнуть в рибосому кандиды и соответственно это объясняет его устойчивость. Но с другой стороны теперь зная что вот эта область она отличается у кандиды и у кандиды от человека и пекарских дрожей мы можем предложить а как можно модифицировать молекул циклогексимид таким образом чтобы она наоборот она на человека и на пекарских дрожей не действовала а на кандиду действовала. То есть можно на основе вот этих отличий сделать препараты которые будут высокоселективными. Ну и вот это последний слайд то есть здесь у нас те проекты на которые мы работаем мы и продолжаем искать структуру кристаллографические методы мы криоэлектронной микроскопии изучаем строение рибосом и EMR спектроскопии используем также буквально несколько недель назад был в Новосибирске где происходит где строится синхротрон четвертого поколения скиф когда он запустится это будет конечно такое большое подспорье для российской науки чтобы продолжать историю в этой области ну и заключение я хочу поблагодарить моих коллег которые вообще участвуют во всех этих исследованиях это группа Мараты Юсупова и Бульнара Юсупова из Страсбурга это лаборатория структурной биологии в Казани ну и также у нас есть большое количество коллабораций с коллегами с Фистеха Нидерландов Штутгарта и надо отдельно сказать большое спасибо фондам которые поддерживают эти исследования то есть за последние сколько у нас 8 лет у нас было 4 гранты РНФ 4 гранты РФФИ в общем спасибо им за то что поддерживают так теперь как дальше мучить будете давайте вот у меня вопрос еще один вот глобально проблема она как формулируется вот есть какой-то патогенный организм и с ним надо что-то там сделать понять чтобы он там перестал как-то взаимодействовать с человеком или еще что-то это мне просто надо иметь хорошие приборы пойти там определить структуру и все нет самое главное как бы не структура главное главное с помощью структуры понимать механизмы то есть например у вас вот как с кандидой есть проблема что есть устойчивость необходимо понять почему она есть разобраться в чем причина почему там тот же циклогексимид не связывается для этого вы решаете структуру и структуру понимаете что как бы что можно предложить как это избежать потому что сама по себе структура как бы как таковая она ну не самая интересная самое главное понять механизм и объяснить его вот для этого структура нужна ну а как это делается вот вы увидели структуру и что дальше надо делать ну вот как бы из расчеты там может какие-то да то есть допустим у вас есть белок который защищает рибосомы от связи с антибиотиками вы берете решаете структуру белка решаете структуру рибосомы решаете структуру комплекса белок плюс рибосомы у вас есть соответственно область на рибосоме там где происходит взаимодействие этих молекул да и дальше вы можете с помощью например хемоинформатики зная как устроен карман на рибосоме подобрать соединение которое будет в этом месте садиться и это это соединение будет блокировать взаимодействие защитного белка то есть не будет давать рибосоме посадить защитный белок который защищает ее от стресса ну вот подобрать это что значит это надо там серию образцов подготовить там проверить как они связываются в начале это идет биоинформатический скрининг то есть у вас есть расположение атомов в этом кармане да то есть вы знаете их геометрию знаете распределение заряда да там параметры не знаю гидрофобности какие-то гидрофобности это участка по получается этому карману с помощью методов биоинформатики хемоинформатики вы можете перебирать соединения которые в принципе должны помещаться в этот карман и по заряду будут ну как бы противоположны грубо говоря тому что есть да чтобы какие-то пары взаимодействий возникли вот то есть дальше у вас делается такой список кандидатов которые могут в принципе связываться с этой частью потом в идеале конечно да нужно получить химичную то есть синтезировать эти молекулы добавить в ваши образец и посмотреть как бы нарушается функция белка или нет то есть если вдруг у вас каком-то один из этих вариантов сработал дальше что вы можете вы можете эту структуру закристаллизовывать либо методом либо крилитронной микроскопии снять комплекс и увидеть как эта молекула сидит в этом кармане и потом предложить как ее еще модифицировать чтобы связывание улучшить ну а вот на примере вот первое я забыл как называется это патогенный организм стафилококк стафилококк да вот там в конце вот вывод я может прослушал вы получается на каком этапе находитесь или там уже все там вы определили какие надо там нет в общем у нас есть ряд работ которые посвящены вот этим белкам гибернация то есть белки которые защищают рибосому от стрессовых условий выводят ее из циклотрансляции и у нас есть как это сейчас по-русски не коллаборация ну ладно пусть будет коллаборация с группой Тимура Маджидова да с схемой информатики на которой с помощью расчетных методов предлагает молекулы которые могут в этом месте связаться то есть сейчас проблема вот на этом этапе да находится ну проблема там бывает так что как бы есть какое-то кандидатное вещество но оно там условно говоря прекурсор или запрещенный стероид вот то есть как бы проверить его в эксперименте сложно потому что необходимо получить это химическое соединение вот если оно в каких-то запрещенных вещах то вы его проверить не можете ну то есть ваша задача определить структуру сказать там что надо потом биоформатики они рассчитывают говорят кандидатов а дальше уже кто-то другой да будет делать там ну да то есть здесь нужны химики синтетики которые как бы под ваши запросы будут синтезировать те или иные соединения это вот вот эти вот коллаборации это как раз вот те группы которые следующими этапами что ли занимаются в том числе то есть у нас больше работа в области молекулярной биологии но с химическими группами у нас тоже есть тесное сотрудничество спасибо Константин можно вопрос да или два вопросика ну прежде всего спасибо за доклад интересный вот и такой вот вопрос в продолжение может предыдущего а вот все-таки есть какая-то уже успешная история схема информатики чтобы по вашим данным там что-то рассчитали уже предложили конкретное соединение чтобы заблокировать какой-то участок рибосомы что-то такое было уже если не в вашей группе то может быть в мире что такое известно что реально что-то случилось ну как бы из таких ну вот та же самая модификация тратциклина наверное такая успешная история да но вот в наших работах пока нет то есть мы начали работать там 8 лет назад и последние там публикации не так давно вышли то есть мы наверное на начальном этапе этого пути но вот по кандиде да по вот этим вот специфичным участкам и сайта есть коллаборация как раз таки с рядом с зарубежной группы которые хотят модифицировать циклогексимид то есть попробовать сделать разные варианты с тем чтобы он был специфичным для кандиды ну хорошо еще такой вот маленький вопросик тоже как я понял правильно что сейчас популярный метод борьбы там с рибосомой ну условно борьбы это заблокировать какой-либо участок соединением неправильно какой-то активный сайт или процесс нарушить да можно в целом правильно понимает ну да можно не только рибосому можно там разное хорошо а вот можно реализовать вот эту борьбу в кавычках с рибосомой с точки зрения физики то есть не блокировать что-то а вообще ее разрушить вот такие работы ведутся вообще это перспективно или нет ну это как-то просто с точки зрения химии растворить но проблема уже как бы можно вылечить организм убив его конечно выборочно например для той же кандиды что-то я не знаю выпить и там какие-то частицы будут рибосомы кандиды убивать а нормальный человеческий оставлять это перспективно или нет ну смотрите какой вариант то есть либо сделать тогда какие-то очень селективные там частицы которые будут связываться только с кандидными частями и не трогать человек просто всегда есть проблема с побочными эффектами то есть если это где-то глубоко в организме инфекционный процесс то воздействие на этот участок вы все равно будете тем или иным образом нарушать строение клеток самого организма то есть самая такая удобная история это не разрушать не избавляться от этого а именно как-то блокировать чтобы оно не действовало но самая удобная история это делать такие препараты которые были бы направлены узко на какую-то часть процесса то есть например ну вот с той же кандидной основным таким препаратом который используется для борьбы это азольное соединение они блокируют процесс синтеза клеточной стенки то есть блокируют белок который дошивает клеточную стенку у гриба вот то есть да одна из эффективных стратегий это искать какие-то очень узкие специфичные вещи которые с одной стороны критически важны с другой стороны максимально отличаются от всего остального потому что нарушая вот какие-то участки жизнедеятельности можно блокировать распространение с патогена спасибо и еще тогда один вопрос микрофон взял но более такой глобальный может быть а вот можно во всей этой науке которую мы сегодня услышали сформулировать какие-то задачи для людей которые занимаются фундаментальной физикой или фундаментальной химией да или физика здесь только появляется на уровне методов ну смотрите вот например как бы если мы про физику больше в сторону ускорителей посмотрим да то проблема то есть получать кристаллы таких макромолекул очень сложно да то есть в группе на самом деле не больше 10 точнее в мире не больше 10 групп которые могут получать кристаллы рибосон криоэлектронной микроскопии да решает вопрос то есть можно с помощью этого метода получать какие-то промежуточные данные но опять-таки если у вас какие-то сильно подвижные процессы то за счет усреднения у вас усреднения когда вы считаете проекцию у вас происходит размытие и может быть методом который будет более точным чем криоэлектронной микроскопии будет рассеяние рентгеновского излучения на отдельных частицах те же лазеры на свободных электронах если разрешение этого метода удастся увеличить с тем чтобы получать сопоставимое с рентгеном с крислографией и с криоем данные то наверное это будет следующий прорыв то есть необходимо двигаться в сторону улучшения лазеров на свободных электронах в этой области понятно а вот тогда еще один маленький вопрос очень интересно показалось я видел работы по изучению кристаллизации белков именно физические работы почему это интересно кристаллизация белков для чего это нужно или это просто любопытство ну сложно сказать на самом деле но наверное скажу так то есть есть у нас грубо говоря есть три метода с помощью которых мы можем с товарным разрешением решать структуру белка EMR кристаллография и крио-электронной микроскопии но если белок допустим там больше например условно 50 кг то есть такой уже не совсем маленький белок а среднего размера то спектроскопия EMR в этом диапазоне работает плохо потому что у нас большое количество атомов в спектрах начинается перекрываться сигнал у нас медленное вращение уширения линии то есть EMR там для белков больше 50 кг уже метод не самый оптимальный то есть там зачастую он просто его невозможно применять для того чтобы решить структуру кристаллография тоже метод который позволяет решать в принципе снимает ограничения на размер но с другой стороны не все белки можно закристаллизовать если у вас очень большое количество подвижных элементов они могут не перейти в это кристаллическое состояние криоэлектронной микроскопии наоборот не может слишком маленькие объекты смотреть поэтому приходится разные методы использовать для того чтобы перекрывать эти слепые зоны и поэтому кристаллизация белков это очень важный кусок благодаря которому зачастую только с помощью него можно получать структуру спасибо спасибо за интересную лекцию вот у меня такой вопрос наша группа немножко занималась наночицами в медицине и вот когда допустим нужно наночицей золота доставить в какой-то организм ее нужно покрыть оболочкой добавить на тело и прочее вот вы сказали что здесь нужно например когда биоинформатик рассчитывает какую-то структуру тоже ее донести до вот этого белка нужно ли ее как-то модифицировать чтобы она прошла мембрану ее чтобы в кровотоке как-то макрофаги не съели ну здесь мы все-таки говорим о каких-то малых молекулах которые химических соединений которые в принципе должны быть проницаемы для всего но если это какие-то крупные вещи как например белки или пептиды какие-то которые применяются то там да действительно необходимо учитывать как бы одно дело когда это в пробирке сработает а другое дело как это доставлять в организме еще парочка буквально фундаментальных вещей вот в каких-то книжках все время было написано что 20 всего аминокислот а тут вроде я услышал 21 да и есть в общем по-разному считают когда 20 когда 21 в зависимости от того когда селена содержащие аминокислотный остаток считать и 21 или нет но в общем это в принципе модификация одного из остатков поэтому кто-то 20 21 по-разному и вот еще вот сказали рибосома производит белки но вот просто сюда было неинтересно допустим чтобы белок синтезировать белок который допустим у нас мышцы питает нужно одно количество чтобы допустим белок который глаза обеспечивает другое а вот рибосома как-то понимает сколько ей нужно белка такого синтезировать или другого нет рибосома не понимает это регулируется на уровне сколько копий матричной РНК у вас как часто нужно один и тот же ген прочитывать и делать его копию спасибо спасибо константин сергей интересно очень вот несколько таких тривиальных вопросов для понимания вот там было нарисовано как одна небольшая молекула подходит к цепочке разрывает ее и встает на нужное место вот как это биологи или физики точнее интерпретирует как это может быть такое как она знает куда ей подойти и где встать и почему она будет предпочтительно а не то что было раньше ну это опять-таки как бы обуславливается расположением атомов геометрии и зарядом да то есть у вас понятно что есть области которые могут как-то слабо связываться есть области где на которых связание будет максимальное то есть это некий такой статистический процесс вот то есть но чем лучше получается как ключ к замку подходит две части тем сильнее будет взаимодействие ну а как она знает куда подойти то ну не как это случайный процесс то есть они летают вокруг все это но если порядочно двигаются и как только она попадет к заданному месту энергия связывания у нее оказывается больше чем энергия связаны в этом месте и она встает в этом месте да окей второй вопрос такой вот на предпоследнем слайде у вас было да вот здесь интересный момент такой вот красненькая молекула это циклогексимет ага низко атомная молекула маленькая она связывается с определенным участком большой макромолекулы так да а как вот я представляю себе я изучал образование комплексов между малыми молекулами это черт ногу сломит еще понять между какими частями может возникнуть это взаимодействие это типа вандервальцева взаимодействия что ли или это водородные связи вот точечки у вас там поставлены это водородные связи здесь да да или речь идет всегда водородных связях скорее всего не вандервальцев ну да ага вот как это из экспериментальных данных вы видите что именно вот здесь произошло связывание у вас нет ни одного слайда экспериментального посмотреть например ямэр спектр или инфракрасный спектр вот инфракрасный спектр это там будет гора просто сплошная и увидеть там в этой горе вот вклад вот этой связи невозможно а в ямэр там есть какие-то вот интересно посмотреть какая живая экспериментальная информация взять вот это без красной молекулы из красной молекулы и чем будут спектры отличаться вот спектры одно дело они очень чувствительные отдельные такие столбики стоят линии такие отдельные а другое дело там гора линии как из этой горы линии вытащить нужно скажу что горы линии не будет потому что молекулярный вес рибосомы 2 миллиона дальтон то есть ямэр спектр у вас будет не то что как бы сплошной лес а он просто будет такой плоский потому что динамика вращения очень низкая но есть один метод который действительно так можно делать когда мы можем вводить метки то есть например к молекулу антибиотика один из атомов ввести замещение по фтору да то есть и снимать сигнал ямэр со фтора 19 то есть в норме у вас фтора нигде нет да и вы как бы смотрите сигнал одного вашего соединения который действительно будет очень узкой интенсивной линии а дальше вы добавляете туда ну грубо говоря рибосому он связывается с этим двумя миллионами дальтон происходит уширение линии из-за того что медленное вращение и тогда вы говорите ага действительно это вот соединение оно связывается с комплексом потому что мы видим уширение и таким методом на самом деле очень часто пользуются когда делаю скрининг то есть берут несколько разных таких соединений то есть добавили не сработало добавили следующую модификацию не сработало то есть можно в эту пробирку просто титровать эти соединения разных вариантов и следить за сигналом вторых девятнадцатого и когда происходит связывание это увидеть по уширению линии такие но здесь у нас как бы немножко другая история то есть здесь нам с одной стороны было проще в плане того что есть кристаллы то есть можно взять кристаллы иукариотическая рибосома и добавить либо кристаллы вымачивать в антибиотике либо делать комплекс антибиотика с рибосомой их кристаллизовывать и можно увидеть электронную плотность то есть если разрешение высокое то мы увидим плотность от циклогексимиды в сравнении спроса с вакантной рибосомой то есть тогда это будет 100% понятно что это именно эта молекула сидит в этой области и и с электронной микроскопией мы то же самое мы видели дополнительную плотность которая за счет того что у нас очень высокое разрешение мы видели как и в кристаллографии расположение участков циклогексимина спасибо и вот еще один вопрос когда вы говорите про кристаллы вы наверное вот тут ведь сидят физики которые работают с настоящими кристаллами низкомолекулярными а вот вы говорите про кристаллы здесь наверное речь понимается что какие-то области есть в которых фрагменты ваших белков упорядочены каким-то образом и благодаря вот этому небольшому упорядочению каких-то областей возникают вот эти рефлексы на дифрактограмме да сейчас у меня где-то как раз видео какое-то которое не до конца проигралось с кристаллами сейчас нет нет то есть тут речь не идет о том что в каждом месте сидит белок определенной конформации или этих конформаций там 10 нет речь как раз именно об этом то что у нас кристалл в котором в узлах решетки располагаются так где же у меня кристаллография один и тот же там что-то такое было параллельные линии да сейчас 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 то есть в основе элементарной ячейки будут молекулы кристалл будут молекулы белка которые будут ориентированы одинаковым одним и тем же образом вся молекула или ее фразмин нет все все молекулы белка будут иметь одну и ту же конформацию и они как бы будут формировать элементарную ячейку сейчас запиши это возможно нет да конечно сейчас сейчас я вот здесь промотаю у меня есть просто оно не до конца у меня в конце вот сейчас секунду вот то есть вот эта структура кристалла точнее кристалл а вот здесь показана как устроена элементарная ячейка у белкового кристалла то есть видите что у вас одна молекула белка в одной и той же конформации находится в элементарной ячейке и размер элементарной ячейки у рибосома помните я как раз показывал на слайде сейчас секунду еще раз чуть назад вот здесь нет здесь сейчас вот здесь да то есть это кусочек в разных информациях в середине там ее что-то в цикл завернут не 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 а в этой конце расправленной в элементарной ячейке у вас будет располагаться молекула белка а это кусочек увеличенной области только какой-то то есть понятно что конформация боковых цепей в этой части белка она разная потому что белок это некая трехмерная структура у которой в разные стороны торчат аминокислотные остатки но у всех белков в молекуле кристалла ориентация вот этих вот частей она одинаковая это внутри одной ячейки какая-то одна маленькая область но она будет единообразна для всех элементарных ячеек такой вопрос понятие фазовой диаграммы для белков это справедливо или это глупость нет это очень большая проблема потому что в отличие от малых молекул для белков не работают методы прямые методы то есть информацию о фазе невозможно получить то есть рассчитать для больших макромолекул и действительно для того чтобы решить эту проблему необходимо использовать разные подходы но самый простой вариант это если у вас есть уже решенная такая структура похожего белка гомолога и тогда вы как бы в эту плотность которую получаете начинаете вписывать точнее подгонять те данные которые у вас есть то есть это называется молекулярное замещение и тогда вы как бы берете фазы не от вашего белка а от похожего белка и рассчитываете либо если такой возможности нет то тогда необходимо навешивать на белки специальные метки то есть вводить тяжелоатомные производные снимать получается с тяжелоатом замещенным вариантом без него локализовывать положение тяжелых атомов и потом исходя из них рассчитывать фазы для всего остального то есть проблема такая есть данные когда может быть случится так что у вас есть прекрасный кристалл который отлично дефрагирует у вас разрешение карты то есть показывает по рефлексам разрешение полтора анкстрема но не решив фазовую проблему это бы все бесполезно какие самые популярные структуры кристаллические у белков можно выделить кубическое гексагональное так не бывает ну нет такого что популярно то есть он закристаллизовывается может в любой группе симметрии но в плане кристаллографии по сравнению с химическими генсоединениями биологам проще из-за того что есть только определенная группа симметрии то есть у нас есть право закрученные молекулы лево закрученные и за счет того что у нас биологические точнее белки которых в жизни они только в одной форме изомера у нас соответственно есть ограничения на группу симметрии то есть их меньше но все равно их дохватает чтобы понятно то есть здесь это не то не нужно Константин а вот там были картинки такие вот кристаллические роды такие это ведь кристаллы такие кристаллические роды прутья такие вот а да это же кристаллы получается они должны быть иметь какой-то тип симметрии они же вполне определенной формы ну да безусловно но я про то что нет какой-то как бы статистический такой идеальный правильный кристалл это монокристаллы белков какая-то тетаргональная структура наблюдается да да они в разных формах ромбические структуры тетраэдра вот здесь написано да вот это же вот такие сильно упорядоченные вещи да поэтому как странно что вот кристаллография вот эта не классифицируется здесь для белков то что вы сейчас говорите нет я про то что как бы нельзя из этих классов выделить которые как наиболее самые встречающиеся то есть они все все могут наблюдаться иногда бывает так что белок кристаллизуется в то есть в разных условиях и разные формы кристаллов могут получаться то есть бывает так что получается кристалл белка с ним работаешь и понимаешь что он там дефрагирует там на не знаю 6 ангстрем и дальше с ним ничего не получается иногда проще бросить эти условия и искать новые и найти другие условия в которых он закристаллизуется в другой группе симметрии у него разрешение будет выше а сам кристалл его если в руки взять он какой мягкий его можем потрогать подержать помять ну обычно они очень хрупкие то есть размер кристалла это где-то 100-200 микрон и мы их вылавливаем с помощью нейлоновых петель ну и часто бывает что когда вылавливают кристалл они ломаются то есть поэтому обычно делают большое количество то есть серию экспериментов и одни и те же кристаллы вылавливают и то есть если это сихротрон то желательно чтобы там хотя бы 10 вариантов замороженных кристаллов были одного и того же объекта потому что часть из них может там сгореть в луче пока вы подбираете данные часть из них могут быть поломанными с какими-то этими трещинами бывает так что там сростки из кристаллов из двух происходят ну в общем необходимо перебирать кстати если мы заговорили о синхротронном излучении только сейчас сами подтвердили все-таки биология которая находится под таким жестким излучением она подвержена деструкциям и вот как в этой ситуации будет да здесь вот как бы необходимо находить баланс то есть с одной стороны вам необходимо как можно ярче пучок направить то есть для того чтобы зафиксировать рефлекс а с другой стороны при радиационном повреждении у вас нарушает структуру кристаллов и здесь как бы одним из таких подходов которые позволяют это делать это подбор условий криопротекции то есть белковые кристаллы у них очень много пор внутри которых находится молекула воды и поэтому при заморозке происходит разрушение кристаллической решетки то есть расширяется преобразование льда решетка трескается и поэтому эти кристаллы необходимо выловить и вымочить в криопротектанте то есть либо это какой-то полиэтиленгликой с короткими цепочками либо глицерин в общем суть в том чтобы вот в эти поры попал криопротектант который бы не разрушал кристалл при заморозке дальше мы его замораживаем либо в жидком азоте непосредственно опускаем петельку с кристаллом иногда лучше замораживать не в жидком азоте а в струе то есть под газообразную струю поместить и потом уже в жидком азоте ввести на сихротрон ну и там уже кристаллы получается замороженные в жидком азоте с помощью робота достаются и ставятся под нагониометр под лодж рентгеновского излучения и при этом еще постоянно обдуваются газообразным азотом то есть они постоянно охлаждаются для того чтобы хватило времени зарегистрировать рефлексия пока кристалл не сгорел просто вот сразу на ум приходят сейчас вот активно развивается область нано-эк микроскопии нано-эк с разрешением примерно ну не 3 а 10 ну там 7-10 нанометров но тем не менее по крайней мере вы это метод недеструктивный то есть и собственно говоря вы сразу можете получать находить химическую связь вот вы говорили до этого криоэлектронная микроскопия то есть вы снимаете в одной плоскости получаете картинку вы там делаете тилт и повороты чтобы набрать разные проекции да это это метод криоэлектронной томографии то что с поворотами а мы говорим о синглпатикл то есть когда метод отдельных частиц когда в жидкости то есть тонкий слой жидкости в нем находится несколько молекул по толщине и при так как в растворе у вас постоянно происходит вращение этих молекул если вы резко заморозите это в аморфном стеклообразном льду у вас получается что молекул застынет ну в каком-то произвольной ориентации да и вы получаете проекции вот с этих вот разных ориентаций и потом делаете 3D да ну это уже математическая обработка идет а вот все-таки по составу то есть вы видите просто картинку по интенсивности то есть вы же химическую химическую структуру определить не сможете в электронной микроскопии нет то есть дальше вы начинаете фантазировать вы же там вы же рисуете вот эту красивую картинку 3D и понимаете вот здесь вот такая молекула здесь такой там атом находится я хотел найти какую-нибудь микрографию ну вот здесь вот да то есть мы видим вот такое то есть у нас есть микрографии вот эти вот черные точки это как раз наша рибосома в разных ориентациях а дальше они все одинаковые нет ну здесь как бы ну не не всегда то есть бывает так что где-то происходит разрушение образца то есть может быть не большая ямал-субиница вместе а по отдельности где-то могут быть наоборот перекрываются две частицы дальше что делается у вас большое количество вот этих вот микрографий они вы определяете частицы то есть локализуете сигнал с которого будете делать усреднение да дальше эти частицы классифицируются то есть вы делаете разные классы сначала двумерные классы да за счет усреднения этих объектов потом делаете 3D реконструкцию и делаете 3D классы вот из этих 3D классов выбираете те которые с максимальным хорошим разрешением дальше их анализируете еще раз а вот рибосома она сколько по размеру ну 2 мегадальтона по массе а по размеру это ну сотни должны быть ангстрем сейчас вернемся с лизоцимом где-то у меня было вот здесь вот ну 250 ангстрем вот здесь вот в длину то есть 25 нанометров ну в принципе это очень хороший размер а почему вот не используете скажем методы оптической микроскопии наноскопии точнее да то есть используются раман ик вот она не договорил про ик это ведь достаточно мощный метод то есть не нужно там заниматься какой-то суперсложной про подготовкой и фактически вы берете конкретную рибосому и можете вполне ее изучить структуру состав химический ну в общем-то или таких мыслей не было взятие взять одно рибосомы это тоже целая куча проблем да и кстати взять рибосому она должна быть в жидкой фазе находиться да то есть в естественной среде да вот ну нас в первую очередь все-таки интересует атомарное разрешение да поэтому мы можем ну то есть используем те методы которые нам дают зачем атомарное разрешение ну потому что мы на низком разрешении там локализацию каких-то малых молекул не увидим то есть нам же нужно грубо говоря мы смотрим комплексы рибосомы с белком да и необходимо понять какие именно аминокислотные остатки боковые цепи белка взаимодействуют с рибосомой и для этого нужно разрешение хотя бы там на уровне трех ангстрем лучше там полтора то есть нужно видеть расположение атомов боковых цепей у белка с какими участками нуклеотидов рибосомы они там водородной связи образовывают там зарядовые какие-то вещи вот соответственно то есть ну то есть здесь в Казани вы фактически занимаетесь только синтезом белкового кристалла а изучить структуру идете куда-то на синхронтрон ну есть нет если это белковая задача да не рибосома то в Казани можно делать кристаллографию можно делать спектроскопию и МР если это рибосомная задача то есть то здесь уже да сложнее можно сделать получить кристаллы но на лабораторном дифрактометре их нельзя снять то есть необходимо ездить на сихротроны мы часто пользуемся курчатовским сихротроном но он конечно не дотягивает до там то есть он второго поколения ну в общем он не дает нельзя получить с высоким разрешением структуру рибосома поэтому обычно это делается на европейских сихротронах то есть либо СЛС в Швейцарии либо ЕСРФ в Гренобле либо под Парижем в СЛС в Швейцарии если это криоэлектронная микроскопия то опять-таки в Казани можно сделать электронную микроскопию но не крио а просто то есть можно сделать негативное контрастирование и хотя бы увидеть сейчас где у меня ну то есть увидеть есть ли у вас рибосома насколько там качественный препарат подобрать концентрацию а вот криоэлектронной микроскопии тут совсем беда то есть в стране есть один криоэлектронный микроскоп который позволяет собирать высоким разрешением данные на биологических объектах он в Курчатском институте и все вот то есть мы обычно пользуемся каким-то возможностями коллабораторов либо во Франции либо в Нидерландах то есть там в том же в Голландской у партнеров лаборатории у них там два титана стоит и еще несколько микроскопов то есть там есть центр где 6 микроскопов стоят 8 вот а у нас в стране один Константин еще такой маленький вопрос а существует ли искусственная рибосома искусственная рибосома это как это ну человек сам создал нет прототип ну я имею ввиду то есть вот мы же человек часто берет опыт из окружающей природы ну вот мы научили делать летательные аппараты по подобию птиц и так далее вот мы можем какую-то получить полезную информацию из того как работает рибосома как молекулярная машина и попробовать ее синтезировать каким-то образом и выполнять какие-то функции ну я думаю что мы все-таки не понимаем как она работает нет мы как она работает понимаем но с тем чтобы создать такую структуру то есть это же несколько тысяч нуклеотидов то есть ну и потом зачем он делался искусственная почему нельзя взять то что есть в природе ну если мы научимся делать сами значит мы понимаем как она работает ну смотрите мы в принципе мы и так понимаем как она работает потому что мы можем сделать эксперименты которые например называются бесклеточная система трансляции то есть берется клетка вскрывается клеточная стенка и вот все внутренние части которые у нее есть поддерживаются в живом режиме то есть у вас происходит синтез белка в пробирке бесклеточной стенки дальше вы можете добавлять молекулу матричной РНК которая кодирует флюоресцентный белок в эту пробирку и тогда рибосома будет прочитывать это МРНК и синтезировать флюоресцентный белок и вы такие системы можете делать для разных организмов у нас такая есть вот для наших систем для стафилокока то есть у вас получается внутренность в клетке все что в ней было находится в живом состоянии а клетчной стенки нет то есть это не патогенная система и вы в нее можете добавлять вот эту матрицу которая кодирует флюоресцентный белок а потом тестировать разные ингибиторы и таких наборов можете делать огромное количество то есть там можно 396 луночный планшет закапать зачем это нужно вы добавляете какое-то то есть у вас есть к вам приходят химики сделать мы сделали такое соединение и проверили что оно на клетках на чашечных тестах против стафилокока работает а вот против чего именно мы не знаем то есть какая мишень у этого соединения неизвестно и тогда мы говорим ну давайте посмотрим если это ингибитор трансляции то мы можем проверить это на этой системе то есть мы в такую пробирку в которой постоянно рибосома стафилокока синтезирует флюоресцентный белок добавляем это вещество и если вдруг мы увидим что у нас сигнал флюоресценции падает мы говорим о действительно это соединение блокирует синтез белка если нет ну значит нет значит что-то другое но по крайней мере хотя бы в каком-то направлении можно дать толчок исследователям чтобы они могли понять как именно работает соединение если это действительно ингибитор белка то можно идти дальше то есть можно попробовать собрать комплекс рибосомы с этим соединением и увидеть где оно садится как оно работает и тогда вы даете ответ химикам что является мишенью для этого соединения и соответственно во-первых они дальше могут модифицировать это соединение чтобы оно лучше работало во-вторых они могут перейти на доклинические испытания потому что они теперь знают что является мишенью и механизм это же ваши данные сейчас на экране это общая структура рибосомы ну или зацима это по-моему из 5G базы вот меня просто смущает немножко вы определяете молекулярную массу с точностью до одного атома 140 1825 атомов но не 26 это как такая высокая точность у вас ну смотрите вы нет это у атомов углеродов здесь написано где написано нет я не написал да но это углерода атомов я посчитал так то есть вы знаете действительно вот такая высочайшая точность определения числа атомов углерода из каких данных которые дают вот 6 знаков после запятой смотрите у вас в состав входят молекулы белков и молекулы нуклеиновых кислот каждой из этих молекул вы можете определить сколько входит в их состав аминокислотных остатков и сколько нуклеотидов с помощью секвенирования либо хроматографии вообще секвенирования то есть вы знаете какие именно нуклеотиды входят в состав и сколько их количества в каждом из нуклеотидов вы знаете количество атомов и соответственно можете посчитать если вдруг у вас бывают какие-то да это кстати используется для того чтобы искать какие-то модификации. То есть иногда, когда вы делаете массоспектроскопию, происходит сдвиг по массе. То есть в каком-то месте становится молекулярной массы больше. И тогда это означает, что здесь есть какая-то модификация, к которой можно разбираться, почему она есть и что на этом завязано. Это на самом деле одно из замечаний, когда мы делаем просто структуру и не подтвержденную какими-то еще химическими методами. То есть когда мы с высоким разрешением решили структуру рибосомы, одно из замечаний редакторов, то есть у нас есть некая область и есть дополнительные плотности, которые соответствовали... Так, я не вижу, где у меня модификация. Ну давайте у Кандиды посмотрим. Модификация. То есть мы видим, что у нас в электронной микроскопии есть дополнительная плотность и она на фоне шумов действительно очень хорошо различима. Вот здесь вот. Так, модификация R-белков, метилирование. То есть мы видим дополнительный участок, который добавлен от не модифицированного белка. Но дальше в редакторах всегда говорят, а вот вы масс-спектрометрию сделали, то есть вы можете подтвердить масс-спекам, что у вас действительно есть модификация в этой области. Поэтому не всегда структурные данные достаточно для того, чтобы утверждать. Необходимо их с помощью химических методов подтверждать правомерность своих выводов. Еще вопросы? Можно еще? Можно вопрос. А вот знания, они как систематизируются? А мне всегда интересно было вот в этой области? Там какие-то законы, еще что-то? Или это вот я изучил там какой-то микроорганизм, понял, как он работает, а потом все заново надо делать? Ну, нет. Принцип хранения генетической информации, там транскрипция, трансляция, она единообразна для всех живых организмов. Есть свои нюансы, но в принципе глобально законы одинаковые. Ну, это как закон записан? Это просто параграф в учебнике или это какая-то формула? Ну, это та же догма молекулярной биологии, которая была озвучена. Но так же, как и в физике, то есть вы же знаете там… В физике есть какое-то уравнение. Я вот знаю там, я сейчас подставлю, рассчитаю, получу. А вот здесь как-то вот… Здесь, да, здесь сложнее, но как бы если в области структурной биологии перейти, то есть, ну, как и для малых молекул, есть база данных, Protein Data Bank, куда депонируются все экспериментально полученные структуры. То есть любой может зайти и скачать структуру, посмотреть, как она устроена. И, ну, опять-таки, мы можем сравнивать структуры одного и того же белка у разных организмов и являть какие-то одинаковые либо отличающиеся области. Ну, а так, в целом, такая же наука. То есть… Нет, я не говорю то, что это не наука. Просто вот вы сейчас рассказываете, вы это как все запоминаете? То, что там какие-то молекулы куда-то движутся, потом что-то с ними происходит, заменяются. Это как… Даже в голове как это уложить? Я вот, например, запомнил один раз уравнение, и все, я подставляю другие переменные, получаю ответ. Ну, не знаю, мне сложно ответить на вопрос. Ну, как? Ну, как систематизировать знания? Вы знаете, что вот эта молекула сюда подошла, что-то произошло, а вот в другом микроорганизме там, может, все по-другому будет. Ну, может быть, но для этого надо решать структуру, сравнивать. То есть надо все заново, да? Понятно, спасибо. Ну, другими словами, к примеру, мы изучили две какие-то рибосомы отличные, вы хорошо их знаете и понимаете. И дальше, ну, как вот физики рассуждают, такое-то дилектическое мышление, что вы можете предсказывать поведение какой-то новой рибосомы на основе предыдущих полученных знаний. Да. То есть вы это умеете делать? Ну, отчасти да, потому что, что можно сделать? Мы можем сравнивать... Сейчас, где-то у меня были... Мы можем сравнивать с последовательностью, да, нуклеотидов. То есть даже не имея структуры, можем посмотреть, вообще эти участки кодируются одинаково или нет. То есть набор нуклеотидов в этой области, он такой же или он другой? Или он как бы другой, но при этом они, ну, синонимичные по замене, да? То есть какие-то близкие замены или отличаются? Тут на самом деле есть еще проблема, например, в изучении рибосомы человека. Да, у рибосомы человека еще один мегадальтон по сравнению с дрожжевой. Вот на сегодняшний день есть кристаллографическая структура только дрожжевой рибосомы из эукариот. Нету структуры рибосомы кристаллографически из человека. И когда данные криво-электронной микроскопии пытаются интерпретировать человеческая рибосома, то в качестве исходной модели используют вот эту вот внутреннюю часть от дрожжевой части. А вот этот вот дополнительный мегадальтон, он находится на периферии, и он до сих пор не решен. То есть он такой вот расфолдированный, не структурированный, и какие-то специфичные участки, их функции, она до сих пор неизвестна, потому что нету структуры кристаллографической модели рибосом. Поэтому тут еще много в этой области, что можно сделать, но пока решения нет. Спасибо. Еще вопросы будут? У меня еще такой общий вопрос. Вот к вам приходят молодые студенты, вот что им такое говорите, что они загораются и начинают с вами работать с удовольствием? У вас есть какая-то мечта для них? Мечтали студентов? Ну вот какая-то большая задача существует там, я не знаю, ну построить там, понять тайну мысли, как работает там, ну что-то в этом духе. Ну я думаю, что людям нравится, что они работают в каком-то большом проекте, потому что мы там… То есть людям нравятся деньги? Нет, нет, не в плане финансового, а в плане того, что они делают сообща какую-то научную задачу, и у них есть какой-то маленький кусочек в этой большой задаче. И потом, когда все красиво складывается, то они как бы чувствуют сопричастность, что они тоже приложили к этому уроку. То есть процесс важнее результата? Ну не важнее, но он приносит удовольствие. Ну это да, у вас приятно работать в вашей лаборатории. Так, ну я думаю, что если у никого больше нет вопросов, я, конечно, получил огромное удовольствие от этой лекции, и формат презентации, он просто фантастический. Я не знаю, то есть я впервые видел такое… То есть я сидел, смотрел кино. Спасибо большое, давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok